Всем привет, мои дорогие зрители! Доброе утречко! Я сейчас еду в Хедеру оплачивать вот эти цумо-дубния, о которых я вам рассказывала в прошлом влоге. Для этого нужно ехать в банк, потому что, насколько я поняла, невозможно вот именно за это заплатить там по телефону, как-то перевести деньги через сайт или, ну, каким-то другим способом заплатить. Нужно именно ехать в банк. Посмотрим, как это все дело работает в условиях строжайшего карантина. Вроде как банки работают, но нужно заказывать очередь заранее. Наверное, они по одному клиенту там за раз принимают, выпускают. Посмотрим, как все это дело работает. Расскажу вам потом. Попробую даже показать. Если это будет не сильно палевно и никого не будет мешать, то поснимаю. Ладненько, все, еду. Потом у меня еще хочу заехать на почту там, забрать посылку, которая меня уже ждет, я не знаю, наверное, больше двух недель. И, возможно, она уже, конечно, вернулась. Просто мне не хотелось ехать в Хадеру ради того, чтобы забрать эту посылку. Заказала я ее очень давно. Я надеялась, что она приедет до нашего переезда, но не сложилось, как говорится. Поэтому я все откладывала и откладывала. Возможно, она уже вернулась обратно. Какая-то мелочь для маникюра, поэтому мне не особо жалко. Но все равно проверю. И потом я еще хочу заехать на работу. Да. У нас со следующей недели, возможно, еще это не утверждено. Возможно, что будет еще более ужесточен карантин до конца праздников. То есть это больше, чем на две недели. А это значит, что, возможно, возможно, я не смогу ездить в офис вообще за ближайшие там две недели. Даже может быть больше. Поэтому хочу съездить на работу, взять по максимуму каких-то вещей, которые мне могут пригодиться для работы дома. И так далее. Так, ну что, я приехала в Хадеру. Еле нашла парковку, причем далеко. Знаете, ну мы когда здесь жили, у нас была лишняя парковка. И я не ощущала этой проблемы. Но проблема здесь вообще жесткая с парковками. Даже сейчас, когда все закрыто, на главной улице, где находится наш банк, не было места вообще. Пришлось не заехать тут в парк. По крайней мере, я тут дворы знаю, хотя бы знаю примерно, куда можно заехать. В общем, иду на разведку и оплачивать нашу квартиру. Кстати, нам заплатить осталось за квартиру буквально 1025, по-моему. То есть вместе с этими суммой от Дния, 4000 это сумма от Дния, остальное это вот наш остаток за квартиру. Да, и квартира наша будет выплачена. Ну, естественно, банком выплачена. Нам потом банку надо будет платить. Так, поясняю на всякий случай. Кстати, да, вернули мне мою машину, как вы, наверное, успели обратить внимание. Починили ее очень быстро, но очень дорого. Меня, кстати, спросили в комментариях, почему нельзя было там, ну, изо всех платежей, которые у нас есть в этом месяце, почему нельзя было подождать машину и пока пользоваться только одной машиной. Дело в том, что вторая машина, Андрея, она ручная. Я не могу ее водить, и получается, я осталась без машины. А сейчас мы ездим так на работу. То есть один едет на работу, другой остается с ребенком, потому что садиков и школ нет. И получается, Андрею пришлось бы меня каждый день возить на работу и забирать с работы. Это вообще не кайф, или мне пришлось бы искать где-то с кем уехать. Тоже не всегда это получается сделать. Так вот выглядит главная улица. В принципе, немного людей есть, но обычно в это время здесь, честно сказать, толпы. Ну что, опустили меня. Естественно, тут дверь закрыта, просто так не зайти. Стучишь, тебе открывают дверь, меряют температуру, проверяют, что у тебя есть очередь. Запускают. Тут вот на стульчиках есть иксы, где можно сидеть, где нельзя, чтобы дистанция была не меньше, чем 2 метра. В общем, ждем. Народа здесь очень мало. Обычно, в обычные дни без коронавируса здесь очень-очень много народу всегда. Ну что я могу сказать, несмотря на то, что народу нет, несмотря на то, что я пришла вовремя, когда у меня назначена была очередь, все равно жду. Ничто не изменит Израиль. Его очередь. Да, ребят, приехала я за своей посылкой. Смотрите, что происходит рядом с почтой. Это я еще жаловалась, что я в банке ждала. Ужас. Посмотрите, это какой-то кошмар. Слава богу, мне посылку нужно забирать в другом месте. Это радует. Ну, кстати, на этой улице, это тоже одна из центральных улиц Хедере. Несмотря на то, что половина магазинов закрыта, все равно достаточно людно. Вон там дальше рынок есть. Думаю, что там очень много людей тоже. Кстати, можно что-нибудь вкусненькое купить. Хотя нет, таскаться с этим на работу, наверное, не буду. Окей. Место, где я должна была забирать свою посылку. Закрыто. Что делать? Короче, забрала я свою посылочку, дождалась. Вот такие пироги. Так что осталась я без своих ногтевых обновочек. Ничего страшного. А мужчина тут просто посреди города и на улице играет на фортепиано. Какая прелесть. Прям даже приятно как-то проходить. Кстати, то, что происходит сейчас вот в главном почтовом отделении, точнее, около него, я думаю, связано с тем, что, возможно, все решили сделать свои дела. Потому что, как я уже сказала, возможно, все закроют. Со следующей недели, получается, сегодня последний рабочий день. Что, ребятки, у нас уже вечер. Я тут на балкончике, валяюсь на пуфике. Сейчас просто такая великолепная погода. Идеальная температура будет находиться на улице. Я так счастлива, что у нас есть балкон. Только что сняла видео на канале «Жизни в Израиле», чем несказанно рада, потому что там видео уже не выходили, наверное, больше месяца. Все, у меня руки не доходили написать какой-то сценарий, что-то снять. Точнее, не то, что руки не доходили, времени на это просто не было. И да, первое видео я там выложила про коронавирус, про новые наши изменения, про строгий карантин. Потому что, наверное, за последнее время это самая запрашиваемая тема. Ну и, конечно, самая актуальная сейчас тема. Ссылка, если вам интересна, ссылку на нее оставлю. На это видео я оставлю в описании. Посмотрите. Там я все подробно рассказала, описала, что у нас сейчас происходит. На работе у нас до сих пор еще точно не сказали, будем ли мы работать в ближайшие две недели, точнее, ездить в офис. Но что-то мне подсказывает, что не будем. Что-то мне подсказывает, что фирму, которая занимается производством одежды, мне признаю жизненно важной. Ну и перед тем, как с вами попрощаться, хочу ответить на один вопросик. Вопрос про волосы мои, про уход за волосами. Так что, если вам не интересна эта тема, я думаю, вы можете уже выключать это видео. А кому интересно, то оставайтесь со мной. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как поддерживать волосы в таком прекрасном состоянии? Какими средствами ты пользуешься? Я помню, ты делала выпрямление волос. Эффект заметен, и я вижу, что после мытья эффект сохраняется. Волосы не кучерявятся. У меня также волнистые волосы, но из-за сухого и ладского климата они теряют блеск и шелковистость. Думала над кератиновым выпрямлением, но слышала, что оно очень портит волосы. Так ли это? Я не знаю, портит ли волосы кератиновое выпрямление волос или не портит. Но на самом деле мне все равно, потому что эффект, который дает это выпрямление волос, он просто офигенный. И я буду продолжать его делать. Знаете, волосы это не зубы, волосы отрастут, так что ничего страшного. И даже если портит волосы, такое выпрямление волос, то оно не так, чтобы очень заметное. К примеру, вот последний раз мне делали кератиновое выпрямление два раза пока. И последний раз мне делали три месяца назад. Также мне подравнивали кончики. И вот сейчас на самом деле волосы у меня не в прекрасном состоянии находятся, потому что эффект уже уходит. И у меня начали сечь все кончики. Но у меня всегда эта проблема была, они всегда секлись. Так что я это не списываю на кератиновое выпрямление волос. У корней уже, как вы можете заметить, начали кучерявиться волосы. И знаете, даже сейчас, несмотря на то, что у меня волосы не в самом идеальном состоянии, все равно они на ощупь и на вид лучше, чем вот они иногда у меня были до того, как я делала что-то со своими волосами. Так что такие дела. Кстати, я делаю не только кератиновое выпрямление, я также крашу волосы, поэтому это тоже влияет на качество волос. Плюс я сушу волосы феном. Раньше я этого не делала. Кстати, мне кажется, что в большей степени на качество волос влияет именно фен, а не кератиновое выпрямление волос. Но для того, чтобы эффект был более заметен, этого кератинового выпрямления волос, нужно именно сушить феном волосы. Кстати, да, хочу поделиться с вами. Несколько раз я пользовалась утюжком для выпрямления волос. Вот это вот точно после волос. Я сколько там, ну раз пять воспользовалась подряд. Я прям заметно, прям это было так заметно, как волосы высохли. И я вот, когда пришла в следующий раз уже к мастеру по волосам, попросила у меня отрезать сантиметров, наверное, пятнадцать волос, потому что они просто превратились в веник. Вот утюжком я не рекомендую пользоваться. А кератиновое выпрямление волос, ну блин, это такая офигенная штука. Я вот сейчас, я бы поехала делать, если бы не карантин. Потому что, на мой взгляд, уже пришло время и кончики подстричь, отросшие и секущиеся, и покраситься. И от этого и приметь волосы. По поводу ухода, да, тут тоже после таких процедур нужен особый уход. Потому что для того, чтобы эффект держался дольше, нужно пользоваться средствами для волос без сульфатов. То есть, без сульфатными шампунями, масками и так далее, и тому подобное. Все, что вы наносите на волосы, мне должно содержать сульфаты. И да, я покупаю вот шампуни, маски для волос без сульфатные. Они все тоже бывают разными, иногда бывают общеклассные, иногда бывают не очень. Последний раз я купила, мне не очень нравятся эти маски, шампуни. Но дело в том, что сейчас просто негде купить что-то хорошее. Точнее, конечно, можно, но это надо искать. Это надо ехать достаточно далеко. И знаете, если я поеду куда-то в Кейсарию сейчас для того, чтобы купить шампунь, я знаю, что там продается хороший бессульфатный шампунь, как бы и меня остановит полицейский, он просто у виска покрутит. Ты что, что-то ты, мне кажется, брешешь ехать за шампунем в Кейсарию. Это далеко достаточно отсюда. Вот. У нас в городе, ну, я не знаю, мест, где можно было бы купить такой шампунь. Пока что не знаю. Потому что они продаются, к сожалению, далеко не везде. В местах знать надо. Ладненько, ребят, на этом я буду закругляться. И увидимся в следующем влоге. Пока-пока.